А благодаря этим людям я могу продолжать делать для вас видосы, так что и вы можете меня поддержать на бусте по ссылочке в описании. Спасибо! Ммм, лакеи камикадзе, лакеи нежить взрываются при гибели. У вас должна быть нежить минимум 10 уровня. А, подожди, минимум 10 штук 5 уровня или выше. Охренеть! Вот это много. Так, достижение. Горгу не должен пострадать. А он типа будет персонажем? Давай посмотрим, звучит интересно. Так, Орда. Ордой мы не пользуемся. Демонами может быть. У нас максимально уровень фракции седьмой будет у нежити. Короче, сегодня мы нежить убахаем. И да, вы говорили, типа, давай каждое новое видео, да, каждое новое видео новым скином. Но, не знаю, мне вот эти скины, данженсы третьего, не особо нравятся. Вот стандартный скин самый классный. Ну и, скажем так, стрижка тоже неплохой. Ну и матроска, да, естественно, матроска вообще четкая. Давайте сегодня талия у нас будет в матроске. Посверкает, так сказать, белыми одеяниями. Но только один раз. Талия вернулась с Совета Сопляков без приключений. И вернулась не одна, а вместе с Горгу, существом, которому предстояло стать новым абсолютным злом. К его прибытию сопляки уже построили отдельную комнату. Хм, комната с тремя входами? Это же смертельная ловушка. Вот и поручай дело другим. Ну да ладно, а нянчиться с этим вот совсем не мое. И вообще, заставлять главную героиню заботиться о ребенке – ужасное клише. Что дальше? Придется ужин кому-то готовить? Да-да, на кухню. Ты же не серьезно сейчас? Чтобы Горгу стал сильнее, его надо было кормить. Однако, ему нужна была не дорогущая еда в маленьких баночках, а кое-что более питательное. Герои. Живые герои. Мгм. Он хочет ням-ням делать героями, да? А вот селюки подойдут, интересно, или нет? И вот удача. Местные гномы как раз поймали парочку воров. Возможно, они покажутся Горгу не менее вкусными, чем обычные герои. Если планирующий побег в зло, сможет их захватить. Ладно, на такую вещь и могу согласиться. Вперед, ловите героев и скармливайте Горгу. Скоро будет вкусно. В это же мгновение, словно по чьей-то подсказке, на сцену решил выйти Тристан. Талия, что ты тут делаешь? Ты все еще не отринула зло. Ладно, у меня есть более другие дела. Бойцы, схватите их. Вперед, бойцы, уничтожьте отроди, альянс забора не проиграет. То есть, не проиграет снова. Да-да-да. Слушай, Олег, прикол какой. Герои приготовились атаковать по земле и неизбежно должны были столкнуться с Горгой. Теперь Талия обнуждена была его не только кормить, но еще и защищать. А мы вынуждены сегодня, не мошка отыграть за нежить. Мне уже надоело быть нянькой, за это мне не доплачивают. Так, мы тебе вообще не платим. Ладно, ладно. Раз герои сами приходят, давайте надерём им с задницы. Ну, вы поняли, короче, да. Так. Чтобы ловить для Горгу жилых героев, нужна была темница. Талия, заточающая зло, немедленно принялись её строить. А, даже так? Тюрьма? Звучит разумно. Уверена, будет весело наблюдать за всякие, как жалко, типы там чахнут. Темница, надо исследование. Ну, нужно нам, наверное, немножко больше уровня, да? Ну, типа того. Так, давай сразу сделаем больше сопляков. Сделаем их немножко веселее, да? У нас немножко есть этого коварства. Так, дверки. И всё. Что это, моноглоты? Так, не понял. Тут моноглоты. А ну, брысь. Брысь отсюда. Так, слушай, а ману куда мы будем складировать? Пока некуда. И это проблема. Нам нужна... Да ё-моё. Нам надо срочно место для маны. Давай вот здесь сделаем комнату для маны. И, кстати, мне там комментарий человек написал, типа, говорит, надо тебе комнаты для маны прям здоровенными делать. Знаешь, я согласен. Типа, маны тут хранить надо очень много. Прям охренеть как много. Так, он ещё жив? Да ладно. Разведчики не строящего планов зла одноружили нежить, захваченную Тристаном. Как говорится, некроманты и королевы вампиров лишними не бывают. Точно! Свежее пушечное мясо! Ну что, вперёд, давайте их освободим. Слушай, хорошая идея. Талит, сама это придумала? Пихалка. О, прикольно. Прям в лаву. Класс. Слушай, тут хорошие ловушки стоят, мне нравится. Так. Копать. Копать дальше. До вот золотых жил. Это ж мы любим. Золотые жилы, это то, что мне очень нравится. Давайте выкопаем. Кстати, мне ещё подсказали, как заставить сопляков, типа, выкопать всё золото разом. Ну, вообще не всё золото, но вы поняли. Короче, золото, как заставить их копать. Типа, делаешь, короче говоря, эту комнату с золотой... Так, не понял, ты что забыл. Делаешь, короче говоря, комнату с золотой жилой. Закрываешь её дверьми. И всё. И там сопляка запираешь. Кайфово же. Арканиум, блин, нельзя, но это второй левел. А, и, кстати, вы сказали, что ещё суккумши классные, да? Угу. Как-нибудь проверим это дело. Так, освободить пленных некромантов. И королев вампиров. Подземелье... Моноглоты, да? Тогда убьём их. Слушай, откуда они в таком количестве берутся? Их даже наши ребята не могут убить. Что меня несказанно огорчает. Так, пока что для маны мы ничего не можем сделать. А у нас нежить, да? Она сейчас слабенькая довольно. Блин, её качать надо каким-то раком. Два скелитронов пока прокачаем. Пусть они будут жёсткими. И убивает всё. О, ловушки. Типа кричит, когда на него нападают или что? На-на-на. Так, ладно. Здесь надо тоже какую-то комнату, наверное, заделать. Может, тяомницу? Нам нужны исследования. А как мы сделаем исследование, если мы не можем никого убить? Давай туда. Надо каких-то... А, стоп, не сюда. Не, ну мы можем и тут погулять. День зарплаты. У нас есть некоторая беда. То, что у нас существ немного. Я даже не знаю, кого мне вызывать. Вот и всё. Вот и всё. Не так, чтобы и большая армия, да? Слушай, ну я даже не знаю. Маны нет. Постойте в темницу не могу. Убийцы первые. Ну мы сейчас, наверное, гребём. У нас стали непрокаченные. Зато матроски. Кстати, где она там? Вот она, тусит. Ну может быть, что-то нафармим. Нам надо какое-то коварство. Хотя бы немножко. Убитые герои, надеюсь, подойдут. Ну конечно, да. Пизделю мы получим тоже хорошо. Там жрицы хилят. Мерзотные создания. Убить их. Ммм, так. И нам надо, наверное, ещё увеличивать численность. Блин, я даже не знаю. Нам так много всего надо сделать, что я теряюсь в догадках. С чего начать? Там реально. Ммм, сокровищница. Тут ещё, кстати, хорошее место под золото, да? В этом справились? Молодцы. Много коварства нафармили? Нет? Не молодцы. Надо какой-то лагерь, видимо, сломать тогда, да? Типа, ну... Или какие-то статуи найти, я не знаю. Нам надо коварство прям пипец как надо. Егери, всадники. Ну сейчас мы вряд ли сюда можем попасть. Ладно, давай назад пока идём. Но нам чисто теоретически надо сейчас как-то нафармить коварство. О, а что это у нас? На выгоргу. Надо 250 оформить каких-то ресурсов. Я надеюсь, не 250 героев. Потому что если 250, то эта миссия очень затянется. Очень. Прикинь, я 250 героев высадят куда-то. Классно. Я даже не представляю, как мы это сделаем. Ну, давайте пока копать комнату, а там разберёмся. Пока что копаемся. Мы это делаем лучше всего, вы же знаете. Так, тут давай комнатку какую-то выкопаем. Тут тоже надо золото выкопать. А там разберёмся. Так, у нас сейчас день, кстати, да? На горку нападут, приготовьте, с ловушки могут пригодиться. Угу, то есть через минуту они нападать будут, да? Ну, или типа того. Ааа, разобраться бы с этими всеми местами. Ну, а как я вижу, миссии стали намного длиннее. К сожалению. А двери можем сделать? О, двери, отлично. Раз, два, три. Вот, отлично, всё. Мастерская имеется. Давай сделаем ещё одну. Так, нам бы коварство как-то нафармить. Но я даже не знаю, как нам это сделать. Это не так-то просто. Вообще ни хрена не просто. Даже не знаю, надо что-то делать. Так, ну пока копаемся в разные стороны, а там потом разберёмся, да? Так, ну тут можно и... Паука? Какого паука? А, логово пауков? А что вы тут забыли? Так, нежить. Как насчёт немножко подраться? Раз, два. Деньги вроде имеются. Поехали. Может быть, за это нам хоть коварство обломится немножко. Таля, качайся, тебе вообще надо левел прокачать. Каким-то раком, я не знаю каким, правда. Время пришло, братья. Мы добьёмся, чтобы мир добра снова процветал. Здесь подземелье моя злобная свода сестра. Да, это пауки по правосу, он говорит. Она объединилась с жестокими существами хаоса. Но это будет последний пир абсолютного зла. Вперёд, воины. Уничтожьтесь, щадя одаросты навсегда. Ой, единорог. Надо его замочить. Тристан знал, как распалить своих людей. Жадущие битвы, воины ринулись в бой. Ой, бедные существа. Зададим братцу. Разорвите их на кусочки и выдавите из них все соки. Ой, только сильно не убивайте. Для горгу они нужны ещё жами. А мы ещё не сделали нихрена. Мы ещё не построили темнису. Нужно исследование. А я не могу, у нас нет коварства. Это 300. Они как-то там идут, да? Да, идут, вот они. Ну, ё-моё, вот что? Вот как мне вас назвать? Подземелья ворвались враги. А, тут, наверное, такие штуки сделать, а здесь шипы. Кстати, неплохо они в лаве там урон получают. Прям очень неплохо. Кстати, а у нас будут ловушки вот такие толкалки и так далее? Новые какие-то, знаете? Что-то как-то пока мало всего. В плане ловушек. Типа мало пока открыто. Так, о, тут ещё можно освободить кого-то. Да, нам нужны войска. И нам за это, кстати, дадут. Всё же доброе существо. Угу. Вот нам как раз бы и коварство за это получить было шикарно. Потому что темницу я пока не могу получить. Так, а как там это вас можно забрать? Вот так, видимо, да? Всё? А, только с темницей, точно. Типа так мы не можем, да, трупешников и мусоров в рот закинуть? А жаль. Что-то жуткое неестественное вырвалось из глубин маленького тельца горгу. Звук от которого силы добра застыли в шоке. Кстати, да. А, он про его не забудь сказать. Оно ужасно неприятное. Впрочем, не будем ругаться, если на это время... Это на время вырубает героев, то можно и потерпеть. Вперёд существа, бейте, нападайте. Только носы зажмите. Так, а тут золотая жила, да? Ещё одна. Слушай, ну золото меня в этой миссии прям не обижают. Это хорошо, радует. Но пока что у нас нет коварства. Это беда. Вот как бы, да, что-то с этим делать. Ну давай тогда попробуем... Освободить наших ребят. Нам за это ждут тоже коварства, да? Опа, привет. А подожди, вы типа волнами нападаете или что? Я не понял. Кого хрена вы тут... Откуда вы высрались? Ты можешь отойти. Так, щупальца. Нам бы магию какую-то ещё, знаешь, открыть было почти неплохо. Ну, блин. Надо на это тоже коварство. Гниль. Талия беспощадное зло отразили первую волну нападавших. Но герои не будут бездействовать и скоро нападут снова. Уж я на это рассчитываю. Горь, у меня ещё кормить и кормить? Идите, идите. Идите, как огнятки на бойню. Так, клеточки. Понял. Гребаные колдуны. Кстати, Талия может и пахнуть. Завище буря. Ужать скорость атаку. Ужать атаку и скорость движения существ. Неплохо. Так, давай мы, наверное, лагеря им тут поломаем всё-таки. За это же тоже мы вроде коварство получим. О! Какие-то тренировочные палатки. Ну, типа, лагерь какой-то героев. Вот бы его сломать можно было. О, золотая жила. Нормально. А, ну тут пауки были, да. Ну что по пауки. В армию неживого зла вступила королева вампиров. Её способности исцелению очаровывали. Замечательно. Марта Де Бульвар или что? Марта Де... Стой. Марта Де Кнопбелар. Блин, я прочтал как Бульвар. Что, в принципе, одно и то же, но вы поняли. Так. О, ещё можно осмотреть кого-то. Давай. О, коварство появилось. Наконец-то. Так, клетка. И потом надо будет вот это делать, да. Отлично. Понимательно, зло освободило королеву вампиров. Они с радостью приняли... Вступили в армию. Также они не сверкали и не любили романтические комедии. Их появлению были весьма рады. Я очень рад. В основном я рад, конечно, коварству. Вот так. Королевы не только насилили врагам по области. Но также отнимали у противников жизненную энергию. Передавали ей нижести поблизости. Клёво. Так, тут вход, кстати, можно ещё один сделать. Но я, наверное, не буду этим заниматься. Так, давайте мы пока что... Занимаемся назад. Я хочу пойти единорогу дать. По рогам. По рогу. Ну, вы поняли. У него единственный рог. Он же единорог, да? Ну, вы поняли. Кому я рассказываю? Так. Это закладываем. Так. Добро пожаловать домой. Так. Сейчас мы доброму существу дадим пиздулой. Но сначала сделаем вот такую клетку. Отлично. Закроем её. Блин, я очень надеюсь, что надо не 250... Этих... Единиц. А 250 какой-то там, знаете, обозримой валюты, обозримого ресурса. Ну, я не знаю. Ну, потому что если 250 тел надо скормить ему, то это очень длинная миссия будет. Я буду очень недоволен. Потому что я не планирую в каждой миссии задерживаться на... Полтора часа. Это долго. Свежепостроенная темница сияла и сверкала. Точнее, сверкала, если бы сопляки сделали её из нормальных материалов. Впрочем, это не помешало ей выполнять свою функцию и держать в плену живых героев, чтобы потом их можно было скормить горгу с помощью тлани ужаса. Изобретательное зло знало, что рано или поздно герои дойдут до горгу. Поэтому оно благоразумно ускорило производство мастерской, чтобы подготовить ловушки. Да я уже этим занимаюсь. Да. А, конечно, я тоже это знала. Само собой. Вперёд, соплячки, быстрее работаем. Это, кстати, я раздуем, пиздю, Леониды. Так, надо бы нежить тогда ещё грыднуть как-то, да? Но нет коварства. Надо вот это сделать, чтобы сопляков было больше. Да. Ещё плюс два получить. А что у нас там ещё получается? Просто сопляки, да? 150 коварства надо. А кто основной в золоте работает? Есть кто-то вообще, да? Как-то не очень эффективно вы это делаете. Хочу заметить. Прям очень не очень. А давай мы сделаем тут дверцы и кого-то запрём здесь. Вот реально, чтобы они по КД золото делали. Добывали. Так, тут тоже сокровищницу делаем. Блин, я уже говорил, что в этой игре кайфово просто находиться и копаться. Так, снова группа героев собралась напасть под земель. Опа! Заходи ко мне, дорогие друзья. А сколько я могу здесь хранить? 24 героя. Нормально. Вообще ништяк. Откуда идут? А это не важно. Слушайте, а может быть не стоило лагерь уничтожать, а? Типа, отсюда бы герои ломились. Или они выходят из ограниц карты. Типа, и можно ломать лагеря. Вот не знаю. Но единорога надо будет сломать. Это я всегда за всегда. Так, и тут закрываем тоже. Такая маленькая сокровищница будет. Ну, здесь, кстати, тоже можно сделать сокровищницу, а? Как вы думаете, нормальная тема? Думаю, да. И копнуть дальше к паучкам можно. Это где-то они есть еще. По земле раскопали новую область. О! Подземелья ворвались враги. Вар-вар-вар-вар-вар-вар-вар. Построили что-то тут? Ну, так себе. Мне, слушай, ловушки прям вообще классно работают. Ну, и добьем. Пожалуй, добьем противников. Так, надо еще освободить этот существ. Раз уж на то дело пошло. А как это нам проще все сделать? Через единорога, наверное, да? Да. Да, через единорога. Пойдем, сломаем единорогу. Сами знаете что? Так, о, потащили, потащили их, да? О, торпешники пошли. Так, тут у нас тоже вроде как есть ловушки неплохие. Блин, у нас какой-то тамогучий появился, серьезно. В темнице это сказал нищемный герой. Ужасное зло могло скормить его Горгу. Так это делается, да? Выкорбливающее младенце взло бросило Горгу первого героя. Маленький сопляк радостно принялся высасывать энергию его души. Он такой симпатяга. Все-таки на 250 героев. 250 героев надо, ребят. Талия, ты переигрываешь. Сильно переигрываешь. Талия, я слишком рано радовалась победе, потому что Горгу еще не удалил свой голод. Понадобится еще много героев, чтобы он достиг пико славы. Пикосилы. О, боже, это будет так долго. Ну, почему 250? Сделали бы 50. Вот сейчас разработчики мне напоминают тех самых разработчиков из первой данженс, где тоже были такие. Вот просто кто не смотрел мое прохождение первой данженс, ну, во-первых, не особо и надо это делать. Во-вторых, ребят, знайте, в первой данженс была абсолютно такая же херотень. Там тоже все сотнями исчислялось. Вот буквально. Типа, ты не мог там, знаешь, завершить миссию за, ну, 45 минут и так далее. Тебе надо было грыбаных полтора, а то иногда два часа просто сидеть и наблюдать. Как ловушки там тоже мочили твоих героев. И так далее. Вот реально ты... Вот, вот... Не, стоп, я же тут хотел сделать. Буквально одно и то же. Вот серьезно. Что-то разработчики в этой четвертой части опять решили, видимо, поностальгировать по первой данженс, да? Ну, это плохая идея, очень плохая идея. Потому что слишком много их надо скармливать. Ну, я надеюсь, героя будет больше идти. Потому что уже 15 есть. Я надеюсь, будет их намного больше ломиться. Потому что, ну, блин, вы перекиньте, еще время надо ждать. Охренеть! Типа, ну, это не самая лучшая миссия, давайте скажем так. Слишком затянутая она будет. Но, возможно, вы какие куски здесь и не увидите из этого видео. Я, возможно, буду вырезать это дело. Потому что это нихрена неинтересно. Так, ну, давай сюда копнем. Кстати. Коварство у нас имеется? Ну, немножко есть, да. Вместимость. Открывать комнату храм. Простое заклинание. Ну, кстати, я теперь даже думаю, зачем они мне нужны. Прилив сил давай соплякам дадим лучше. И, может быть, вылечить время действия науковопль. Давай. Пользуемся сегодня нежитью. А дальше будут у нас, наверное, демоны, да, опять? О, молятся. Жертвенники. Кстати, он у нас уже сразу есть. Клево. Так. Можно сюда парочку соплящиков подкинуть, чтобы они добывали золото. Да. Все, двери закрыты. Всегда добываем золото. Так, ну, в принципе, ваши сопляки добыли жилось золото. А, да. Что-то быстро жило закончилось, кстати. Не очень хороший это знак. Но ничего. Золото приспичит дофига. Выкопаем. Здесь так любезно разработчиками дорожки сделаны. Так, ну что, погнали, развалим этого единорожку. А то что он тут себе позволяет? Совсем охренел. Использовать героя, чтобы усилить горгу. Это я понимаю. Освободить. Ой, некромантов-то он освободит. Ну, это сейчас мы после этого единорога. Так. Повышает атаку и скорость движения. Давай. Кастуем. Опа. А вы хотите пиздюлей? А мы не против. Это мы могем вам дать. Чего? Не хватает места? Так. Лагерь героев пока... Хотя можно его сразу развалить. Типа, может, за это коварство дадут, да? Наверное, да. Такс. Опа. Такси сюда. Блин, мне надо еще вручную искармливать. Вот это тоже, на самом деле, плохо. Сделали бы в автоматическом режиме. Зачем? Ну, вот реально, зачем мне на этом акцентировать внимание? Ладно, слишком много жалоб от меня. Когда проходил... Первый данжен, все же не жаловался, да? Вот, не жаловался. Я там рыдал. Отходим. Ладно, поздно. Я когда проходил первый данжен, я просто плакал. Насколько эта игра меня сломала. В какие-то моменты. Так, ну, кстати, вот этот совет классный, да? Типа, они всегда будут давать золото. Это клево. Так, что у нас тут? Ну, не так, чтобы сильно вы его ломаете. Давай, щупальца. Нормально, уже веселее. Ну, правда, он к нам не идет. Гребаный единорог, а? Иди сюда, скотина ты, рогатая. Слушай, он еще обходит заклинания. Какой ты хитрый ублюдок. Мистер Хитрец. Так, что по исследованиям? Герой побежден на верхнем мире, через 10 секунд телепортируется к лоббище. О, да, 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 да. Может быть, благодаря этому мы сейчас как раз таки нафармим больше трупешников. Опа, коварство подъехало. Отлично. Ну и давайте наших братишек освободим еще. Некроманты. Кстати, еще есть коварство. Давай, наверное, качнем еще подземелья, чтобы было больше соплячков. Так, самую малость. Нам слишком много не надо. Вы же знаете. Я не жадный. Несколько героев сформировали отряд и отправились в подземелью. Блин, талия, конечно, в матроске вообще очень странно выглядит. Так, что это такое тут? О, ммм. Поселение. И даже живое. Как так? Так, вперед, существуем. Вырвите им все волосы из носа. Опа. Ну там у нас вроде ловушки есть, они справятся, я надеюсь. Так, давай вот жрицу развалим, да. Тут еще лагеря героев есть. Ну, я так понимаю, да, они типа ломятся вот из-за грейнс-карты. Потому что тут нет ни одного лагеря героев. И в принципе, и не может их тут быть. Так, ловушек у нас тут достаточно. Думаю, они... Ну, да, не смотри, как ловушки хороших бьют. Некромантическое зло приняло в свои ряды некроманта. Эти маги-нежить могли поражать врагов могущественной магией. Но сперва ей надо было исследовать. Блин, они очень напоминают мне... Некромантов из этого... Из второй части. Зоми-подобное зло освободило всю пленную нежить и дополнительно усилило свою армию. Событие достойное фанфар, но бюджет на звукоэффекты уже исчерпан. Так что отдаваться придется мне. Ладно. Некротацион. Так, нежить воскрешенного зла посмотрела какое-то музыкальное видео. Труллер, кажется. И начала сходить с ума по танцам. Высокоуровневая нежить требовала, чтобы для нее построили... Некротацион! Где неживые смогут предаваться новому влечению. Что, триллер? Триллер Майкла Джексона, что ли? Слушай, отсылки в каждой играх это просто отдельный вид искусства какого-то, да? Везде есть гребаные отсылки. Так, это вход в подземелье. Кстати, еще один. А он открыт? Интересно или нет? Так, еще противники в донжон пришли. Ну, давай мы, наверное, вернемся домой. Эх! А призванных существ оставили сверху, да? Слушай, ну, в принципе, ловушки отлично работают. Мне даже париться-то особо не надо. Серьезно? Прямо хорошо справляются? А, тут не лезет уже, да? Ну, если честно, я даже не знаю, куда мне ману тратить. Поэтому давай, наверное, еще увеличим комнатку. И на этом все. Да, герои отлетают просто на раз-два, нормально. Так, а тут у нас, по идее, будет вход дальше, да? А вы ничего не можете копать? Копайте. Давай, наверное, простые заклинания. Типа, надо же куда-то ману девать. А то у нас его так много. А, и да, 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 да. Надо тут это увеличить им. Хотя нет, давай вот так. Это вот будет достаточно, вам думаю. Так, сокровищница что-то там исчерпалась, да? Эх, как-то начали на расслабоне все даже идет немножко. Так, ловушки у нас и так есть. Может быть, если их качать? Второй уровень, да? Ну, это да, это просто уровень открывается. А нужен ли нам этот уровень? Сомневаюсь. О, вот это хорошая тема. Сопляки беспрепятствия перемещаются по подземелью. Ну, может, еще накинем парочку? Да, давай. Максимальный уровень подземелья сделаем. И вот этих давай качнем. Такс. А тут что у нас? Коварство? Что-то как-то не очень много у нас его. Опа. Сюда. Все туда, в ротик. Так, ну 30 есть уже. Ну, блин, это все равно так мало. А, ну вот еще идут к нам свежее мясо. Да, шипы, наверное, давай. И вот эти крутилки. Добьем их тут уже. На принципе, они не доходят даже никуда. Такс. Угу, величие марканию. Дали убийственное зло отразили нападение героев без большого труда. Это правда. Теперь, значит, можем пойти куда-то погулять. Золотая жила почти источилась. Да похер на нее. О! Существо делает всех атакованных врагов на 50 уязвимий перед холодом. Угу. Сейчас. Возвращаемся назад. Тебе давай. Ага. И идем назад. Так. Пожиратель леденящий. Ну что, давай проверим небольшую теорию, что если мы тут будем убивать противников, да, у нас, по идее, они на кладбище будут видеть. Через 10 секунд. Давай посмотрим. Может быть реально так. Так. Летучек мышей давай сюда. Надо ману тратить. Даже если тратить-то ее некуда. В принципе. Так, хорошо. Ну и пошли погуляем. Тут есть какой-то лагерь. А мы не против заскочить туда. Да, слушай, вроде реально это правда или нет. А ну-ка, так, это были те герои. Ну вот они тэпэшнулись. Они мертвые. Как бы. Не, это нам не поможет. Они вздыхают, они мертвые. А нафиг они нам в кладбище нужны? Ну, на кладбище, а? Они нам вообще нужны на кладбище? Дай подумать. Типа, а какой смысл? Вот, кстати, вот. Вот такой небольшой вопросик мне, зрителям, да? Убежденный герой в верхнем мире через 10 секунд и пешится на кладбище. Типа, для исцеления нежити только и все. И только лишь всего. Как-то не очень большой бонус, знаешь ли. Не чувствую пользы. Ну. На какую-то там перспективу, может быть, пользы и будет. Не знаю. Даже не знаю. Ну, ладно. Собираем пока коварство. Так, вот места. Он, слушай, у нас да, дофига. Давай тогда продвинуть сюда. У нас нежити просто закачаешься. А, и орган нужен нам им, да? Или как он там называется? После уничтожения лагеря геровь неподалеку внезапно открылись в ротах подземелья. Тут гномы. В темнице я засковал ни в чемный герой. Где? Тут никого нет. Слушай, тут... А, они поймали... Они поймали героя в темницу? Класс. Это даже прикольно. Так, противники подземелья. Так, вы все сделали, да? Ну так давайте возвращаться. О, не-не-не-не-не-не-не. Все домой. Тут моноглоты просто. Гадские моноглоты. Чертовы моноглоты. Хватит глотать мою ману. Так, шипы давайте вам. так 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 что там нам надо сделать еще вот это орган да а ну на одном комнату зион здоровенную нежели у нас должна быть сегодня прям в полном ударе полнейшем так сейф это значит уже полчаса прошло много а мы не можем тогда попасть как-то гномом докопаться но привет привет гномы так его там такой кстати проход куда наверх есть то видимо этот да походу он и есть типа мы могли ворваться нормально я решил с подветренной зайти но надо это позабирать так темпы земель и враги то сейчас помрут у нас тут ловушки жесткие их много кстати надо бы копнуть сюда дальше там что-то интересное я чувствую тут золотая жила есть что тоже приятненько так хочу это мы тут не понял продолжаем разговор давай 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 вперед летучая мыши сюда сдать ресурсы кстати можно тоже чё бы нет пусть будут ману надо куда-то тратить как я сказал а то он тут валяется ваши собраки вы копали паука да блин я думал тут что-то полезное ладно пауки тоже нормально тема в принципе так шипы сюда давай а сейчас по паукам тут такой херни кинем пусть они развлекаются с летучими мышами было клево все пауки сеть знаешь как-то пошли драться с этими с вонючими героями так уровень нежити оа королева вампиров можно качнуть темница вместимость я бы лучше королева вампиров качнул чтобы она была более полезной в разы полезнее герои плачут слышите они прям рыдают молята пощаде ничего нечего ребята скоро вы пойдете в другую темницу города выглядел довольным талия достойная мишленовской звезды зло удалили угла примерно на одну пятую но это мало первый шаг был сделан это было до того просто открывайте ротик ворку следующий герой на подходе суши от али нравится и даже в кайф так тут герои кстати некоторые выжили я думаю ненадолго так пока что гномов дрюкаем да пусть заходят я рад я только за пусть заходят нам надо больше свежего мяса стреляющие гномов зло победила гномов тюремщиков и получил доступ к их секретной темнице можно забрать их ахахаха иди сюда горгу время кушать герой сейчас комнате горгу очередной отряд героя бесславно сгинул подземелье хорошо защищенного зла дал нас ловушки просто тащат мвп так уже 907 слушай я наверно зря на разработчиков бузил потому что вроде как прогресс идет быстро уже сотня желудок горгу был почти наполовину полон возомнившая себя поваром зло похоже было крайне собой довольна что забавно ведь она просто подавала героев сырыми да кстати было бы клёво если бы надо было взять какой-то чан делать и что значит меня я тоже собой довольна может быть следующего героя засунем в рот яблоко выграю я бы серьезно хотел бы чтобы какой-то чан нужно было сделать вот реально какой-то чан с едой и ну тебя это котел знаешь типа в этом котле чтоб можно было такими делами позаниматься там сварить их например так давайте пауком с пауками разберемся с этим вопросом что это все возомнили так золотые жилы у нас да ой тут дофига золота слушай нормально охренеть как много хотеть моя хотеть золото так тут эти почти выкопали все кстати так день зарплаты кричится коварство то может пустить так давай враги не замечать сопляков давай сделаем и надо качать нежить очень даже надо это делать так золото кстати я забрал бы просто золото но в тут может быть какая-то комнатка у гномов а так это наша темница тогда мы есть и семнать когда нам нужно пусть тут уж и золото будет типа кто сюда будет тащить герои вообще в своем-то уме конечно никто так садит у нас кто-то проход есть да вот здесь давай откроем его он же нас куда-то приведет может быть опять гномом армия задача на зло оказалась перед запертыми вратами подземелья скорее всего что пройти дальше надо было средств лица земли ближайший лагерь героев а вообще никаких вопросов не вижу препятствий так сказать абсолютно вижу препятствий все сюда кидаем мощишь ли вот этого голема замочить но герои тоже сойдут нормас кстати куда делись неприметные ящики мой архи злодеи куда-то пропал непорядок непорядок еще гномики то что вот благодаря к домам наверно мы как раз таки сейчас и прокачаемся и пройдем быстрее миссию так еще отряд сформировали давай все ко мне все на мясорубку так что насчет девушки нам не нужны кладбище не надо гнилили давай прокачаем это ну и потом качнем уровень так понеслась отходим ауе атака ладно пойдет она ты пошло стазад это големша так еще давай так так бейте вы голема где бы он тут не был подземелье враги да тут все подземелье киш мяки шит врагами еще вы хотите гномики тусят ну пусть тусят пока могут скоро у них не будет такого шанса скоро у них не предоставится такого шанса так все минус голем да а это значит что надо качать раз забираем коварство и можно кстати жнецов качать или давай левел лучше левел так уходим подземелье шикарно сейчас к и гномиком пройдем он слушай мы можем сразу туда пройти до через эти а можем и копнуть чем собственно проблема в темнице тосковал никчемный герой ужасное зло могло скормить его горгу дам это сделаем так это долго ну да ребята надо буду вырезать какие-то моменты то что слишком долго все происходит слишком и конечно не против длинных видосов но напротив то что мы половину только блин сделали да ладно не понял а как он прошел это время какой-то жестким акт колдун до дату на герой к это со значком и даже не заметил как если честно кто-то сюда прошел просто не заметил охренеть то горгу на кушай не жалуйся так этих надо значит она рипнуть растут мега жесткие герои пошли уже надо и хрипать жилы никогда не не выпаду вы заперты здесь навеки так герои сдохли да хорошо давайте а гномом теперь гномиком пошли о уровне плюс один нормально так там еще о какой-то прокаченный единорог слушай за него тысячи уже коварства дают а вот вам и получится фарм коварства получается это фарм коварства идет уже типа мега какие-то существа заново появляются и получается это какой-то фарм да так 161 горгу начала появляться пузико на питание героями явно нашло малышу на пользу он уверенно накапливал энергию душ кстати а гномы тоже считаются последний герой съел столько чеснока что хватило бы убить всех вампиров во всех королевствах впрочем неважно продолжай горгу скоро ты ставишь большим и сильным властителем подземелья наконец-то сможешь делать что-то полезное кстати правда это кстати правда а давай мы еще немножко этих себе наймем слоты то есть еще бы не нанять еще нежити о капец у нас мало места так еще одно нападение отбили до шикарно кушать по данным так продолжаем да слушай гномы тоже вроде считаются типа мы вроде их убиваем они мертвые валяются мы их забираем да вроде бы да типа в этом даже есть какой-то смысл получается так еще гномики то есть есть даже смысл убивать героев о этих гномов да не просто готовящий побег зло устранила гномов охраняющих теницы теперь узники были бы его распоряжение отлично все сюда они туда тащат героев тоже о хорош горку почти насытился еще немножко его потенциал раскроется полностью надеюсь это будет реально потенциал так перейдем к десертом у нас есть герой в малиновом соусе герои брыле а еще есть обычные герои из подземелья и тоже сгодятся ты кушай кушай не становлюсь и помню делать это ради империи зла это кстати правда не стоит забывать 217 нормально ой капец тут гномов накидали да есть смысл гномов мочить потому что с этим будет не будешь мочить гномов то у тебя не будет столько ресурсов ты застанешь этой миссии еще парочка слушайте еще парочкой нужно совсем понты еще один кто-нибудь нападите на нас там еще нужна не герой ладно вот это я точно вырежу думаю ну блин реально одного не хватило это же обидно гребаная обида прикиньте вот тебе не хватило буквально одного подземелья вдруг открылся золотой портал из италии завали на тело не смогут уничтожить герой используется ими чтобы прийти прямо подземелья да пусть заходят я только за что ну как же мои милые ловушки а планы обороны столько рисовала их еще и цветными карандашами ну да ладно ладно вперед существа сломаете их уничтожьте да и так далее так это крутые герои сюда еще пришли в этом и так всегда делали да так то можно еще герой чтобы накормить горгу это правда блин а тут какой-то жесткий этот единорожка мне кажется сейчас надо миссию завершать будет быстрее чем заниматься единорога просто решил прийти его за развалить что-то как-то это нифига не работает очень с нас развалится княхп то дофига не давайте валить назад я так понимаю это научить затяжную миссию какую-то единорог этот ладно ну что существа справимся с героями вонючими героями хочу заметить сюда мыши шипы так тут герой ну блин они прям жесткие уже пошли то есть тут уже прям такие не лошары позорная а прям герои геройские так моноглота сейчас еще вырастим и случайно живет и живет ману скотина такая это моя мана так все да давай моноглоту дадим пиздель быстренько качественных ну а тут разберемся как-нибудь а а ну если выполнено ребят все откормливающее зло справилась а мы могли еще продолжить этой миссии дайте поиграть уже соберитесь боится и покончите наконец этой мерзостью слышь ты за мерзость ответишь для какой милый горгу горгу оглушительно если тары гнула этот звук обратилась то что все герои в бегство вернуть абсолютное зло строя казалось гораздо проще чем я думала я так смотрю от 20 обычных уровней даже не понадобится компания закончится уже после следующей карты прекрасно как раз таки я смогу себя побаловать и принять ванну с кровью единорогов талия была очень уверена в успехе может быть слишком уверенно наивно полагать что после маленькой короткой интер люди история уже закончится это да ну клёво блоки ниже взрываются при гибели на ся урова размере 25 клёво мы чисто качаем ниже час получается так то что ребят на девятую миссию мы пойдем уже как обычно следующий раз так что если вы на канале впервые обязательно подписывайтесь все во имя талии в матроске и абсолютного зла не забывайте лайкать комментировать это видео ну и посылочка в описании в обязательном порядке переходите там есть много чего полезного группа в к дискорд канал ну и на твич заходите в этом стриме много всего стратегического и не только на этом все у микрофона было обожающее матроски зло мы с вами увидимся в будущих видосах на нашем канале всем пока а